Неотъемлемая часть нашего проживания, это вот здесь, значит, крысиный ход был. Все время невозможно было заделать, если бы здесь вот дырка заделалась, рядом вот выгрызалась другая дырка. Такое соседство дружелюбным точно не назовешь. Вместе с крысами Любовь Нестеренко прожила в одной квартире 30 лет. Но, пожалуй, только грызунам в таких условиях комфортно и было. Правда, такие серые соседи всего лишь одна из бед. Этот дом еще в 47-м строили пленные немцы. Список неудобств, которые коммунальный рай с легкостью превращает в жилищный ад, Любовь Нестеренко перечисляет без запинки. Постоянно мокрые стены, потрескавшаяся штукатурка. Даже от того, что дом ходил и невозможно было не отремонтировать, даже плитка лопалась. Положили плитку и она ее порвала от того, что все время стены ходили. Отапливать кухню приходилось только включая газовые комфорки на плите. В бараке, который находится в самом центре Краснодара, Любовь Нестеренко вместе с мужем и дочкой прожила 32 года. Теперь женщина здесь разве что проводит экскурсии для знакомых и журналистов. Пару лет назад их дом признали аварийным. Взамен ветхого жилья с потрескавшимися стенами и регулярно мокрым от дождей потолком просторная квартира в новостройке. При этом заметно больше старой. Против прежних 30 квадратных метров теперь 43. Это моя прихожая, я счастлива, что на 8 квадратных метров здесь много чего можно расположить. И она фактически такая, как комната в старой квартире. В такие новенькие квартиры в этом году на юге страны переехали десятки тысяч людей. Их дома были признаны аварийными до января 2012. План по переселению из ветхого жилья в ЮФО выполнили на 68%. Полпредпрезидента России Владимир Устинов во время селекторного совещания подводит промежуточные итоги реализации федеральной программы. Сегодня в регионах решаются задачи, связанные с ликвидацией аварийного жилого фонда. У нас в субъектах округа принята необходимая нормативная база. Реализуется соответствующая программа. По инициативе фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства в 2014 году в Южном федеральном округе необходимо переселить 8700 человек. По состоянию на 1 декабря текущего года переселено 5300 человек. Краснодарский край сегодня в числе лидеров среди южных регионов по ликвидации ветхого жилья. Помимо федеральной программы из аварийных зданий людей переселяют и по двум краевым. Они также рассчитаны до 2017 года. При этом все дома, в которых закупаются квартиры, уже сданы в эксплуатацию, рассказывает полпреду президента Александр Ткачев. С 2009 года приобретено 3500 квартир в домах новостройках, благодаря чему из 427 аварийных и подлежащих сносу многоквартирных домов удалось переселить более 9500 человек. Это достаточно большое количество в южном федеральном округе. Это самый большой объем. Таким образом, нам удалось полностью ликвидировать многоквартирные дома, признанные аварийными до 2019 года в 11 муниципалитетах края. На этом мы не собираемся останавливаться. Принята программа. Вплоть до 2017 года мы изыскиваем не только федеральные средства по фонду реформирования, коммунального хозяйства, но и, конечно, из краевого бюджета. И задача стоит, чтобы на 100% переселить жителей нашего края из ветхого жилья. Это политическая задача, на которой мы не будем жалеть ни средств, ни сил. Чтобы полностью избавиться от аварийных метров, в крае разработали специальную дорожную карту. По ней уже к 2017 году трущобы на современные квартиры должны сменить все кубанцы. Больше всего таких переездов ожидается в Краснодаре, Сочи, Северском, Обширонском и Славянском районах. С 2014 по 2017 год у нас участвует 7 муниципальных образований. Сейчас мы уже с ними работаем. Сейчас уже заключаются контракты на приобретение квартир и строительство жилья. И то же самое, этап будет завершен и так до 2017 года. Мы не видим пока на сегодняшний день рисков, срыва данных мероприятий или данной дорожной карты. На борьбу с Шанхаем из Краевого фонда содействия реформирования ЖКХ в следующем году дополнительно выделят 1 миллиард рублей. Большая часть этих денег пойдет на расселение из аварийных квартир жителей крупных городов – Сочи и Краснодара. Например, только в кубанской столице своей очереди ждут более 300 горожан. Процедура признания домов аварийными, подлежащими сносу, продолжается. Данная процедура носит заявительный характер. То есть собственники жилых помещений обращаются с заявлением и необходимым пакетом документов на имя главы муниципального образования по вопросу признания домов аварийными, подлежащими сносу. Уже в ближайшее время в Крае приступят к следующему этапу программы. Жители Края будут переселять из домов, признанных аварийными, уже после 2012 года. Это порядка 166 многоквартирников. А значит уже совсем скоро, как и Любовь Нестеренко, назвать свой дом крепостью и поставить большую нарядную елку смогут тысячи кубанцев. Хочется большую елку, не вот маленькую, а большую елку. Все можно поставить, для всего есть место. Все, приходите в гости, будем рады всех видеть. Вместо хватает. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Валерий Пятов, Кубань 24, Краснодар.